Добрый день! Сегодня анбоксинг. Такая вот занимательная головоломка ко мне приехала. Называется Pandora Cube. Изготовила компания Moe. Пластиковый бокс. Мягкий. Неинтересный. Прозрачный. Сразу открываю и смотрим. Так, внутри ничего нет. Инструкции нет. Ну, кубинг Classroom. Это самый бренд компании Moe. И, видимо, приложил здесь руку. Отложил. Выглядит данное произведение искусства весьма красиво. На первый взгляд может показаться, что это, наверное, сложная головоломка. Но что-то мне подсказывает, что это обычная трешка. Обычный кубик 3х3. Давайте поворачиваем. Вращается неплохо. Вот эти вот уголки цепляются. Я недаром здесь на заднем фоне достал кубик от Лануана, который был характерен тем же. То есть, это как Рэдди Куб. Но вот эти вот вещи, вечно цеплялись за пальцы, они достаточно острые. Так же и здесь. Уголки достаточно острые. Они постоянно за все цепляются. И это не очень приятно. Вращение кубиков вполне себе хорошее. Оно похоже на кубик МФ3РС. От компании Moe. Да, это обычная трешка. Соберем. Так. Ну, то есть, углы стали такими вот большими. Не кубическими ребрышки. Вот такие вот странные. Центры очень крупные. Ну, и, соответственно, неудобно крутить из-за вот этих острых уголков. Так, рез собрали. Давайте попробуем в Туэл. Наверное, тоже ориентироваться будет не очень удобно. Хотя, вполне можно. Так, трехходовочка зелено-оранжевая. Все достаточно быстро можно собирать. Если привыкнуть. То, что у нас летающий змей. Ага. Движение делать здесь неудобно. Практически невозможно. Так, и что у нас? Что у нас? Возьмем. Как-то вот так. То есть, это просто неудобная трешка, которая имеет другой внешний вид. Не знаю, можно ли собирать на соревнованиях. Если кто-то из делегатов посмотрит, пусть прокомментирует этот момент. Ну, чисто коллекционная вещичка. Для красоты. Собирать неудобно. Хотя, крутится достаточно хорошо. Разбирать, наверное, не буду. Здесь крепко все сидит. Уголки не флипаются. Определенно плюс. Какой-то угол решится. А стоит ли покупать? Наверное, только для красоты. Интереса в сборке нет никакого. Все, наверное, на этом. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok